всем привет очередной обзор сегодня у нас 31 июля конец месяца ну и посмотрим с вами наш рынок российский основное событие которые сегодня ожидали рынке это конечно же данные по инфляции всем прекрасно помним с вами последний заседание центрального банка с поднятием ставки до 18 процентов которые собственно я прогнозировал и мы увидели данное повышение ключевой ставки и сейчас рынок и акции и долговой рынок краски направлены на статистику которая сейчас у нас выходит который сегодня вышло ну и которая будет выходить в начале августа и так инфляция в россии с 23 по 29 июля то есть последние данные замедлилась замедлилась до 0 0 8 со 0 11 естественно это положительный момент годовая инфляция мы видим также замедлилась до 9 целых 11 процентов с 9.18 ну и я высказывал свою точку зрения о том что я считаю что вот это поднять ключевой ставки до 18 процентов она является окончательным вот и мы видим что принципе инфляция инфляционное ожидание не снижается к тому же я в своем предыдущем видео приводил различные доводы тому что принципе на август на сентябрь у нас такой период когда многие инфляционные показатели они будут говорить нам в пользу снижения различных факторов вот поэтому кому интересно посмотрите предыдущее видео вот что здесь нужно из этого какой вывод сделать данным соответственно если инфляция замедляется соответственно рынок это воспринимает положительно в первую очередь конечно же это долговой рынок давайте обратим с вами внимание на индекс rgb и протестировать вот этот минимум на уровне 102 и 9 индекс начал отскакивать сегодня достаточно хорошо отскакивали длинные фсм в рамках вип-канала закрытого инвесторского клуба я у фсшки на днях покупал вот до этого также на отскоке заработали но фсшках и на днях также покупал фсшки какой номер я писал вип-канале соответственно подписчики вип-канала это читали своевременно вот ну и кто собственно самой покупал тот также на этом заработал на отскоке я сегодня их продал но в целом мое видение остается такое же да как я и говорил озвучивал ранее то есть где-то здесь у нас по фсшкам я вижу дно фактическое вот можно принципе держать сейчас вот буквально к вечеру после того как вышла статистика отскок он даже пошел намного выше потому что это главный фактор на который обращают именно участники долгового рынка чтобы вступить в инвесторский закрытый клуб и читать мою аналитику режиме онлайн то что я покупаю различные технические разметки по акциям по индексу московской бирже в режиме онлайн ссылочка находится для вступления под видео в описании то есть проваливайтесь под видео и здесь первая ссылочка через telegram бот соответственно через телеграм бот идет подписка на закрытый вип-канал также здесь находится вторая ссылка это подписка на бесплатный новостной телеграм-канал где выкладываю всю важную новостную линейку со своими комментариями на этот канал на бесплатный обязательно же быть подписан потому что здесь очень много важной информации выходит в течение дня сырьевой рынок у нас сегодня достаточно неплохо реагирует вышли данные по запасам в сша данные вышли положительные то есть произошло снижение запасов естественно это отреагировала нефть положительно и давайте посмотрим с вами на график нефти о чем я говорил ранее совершенно бесплатно в на своем youtube обзоре предыдущем я указывал что здесь у нас формируется клин на нефти соответственно может торговать ее от нижней границы обратите внимание если с вами посмотрим то мы видим что после того как я своем обзоре об этом говорил у нас сегодняшняя сессия как раз таки откупная именно от нижней границы данного клина и вполне вероятно после данной расторговки же пружина сжимается у нас будет выход верхнюю его часть но фактически как я уже говорил ранее своих предыдущих видео торговать можно от нижней до верхней границы соответственно здесь и стоп короткий такие вот фигуры они очень достаточно технической технически отрабатываются вот ну естественно это положительный момент в целом для сырьевого рынка когда растут котировки нефти для наших нефтяных компаний хотя вот если мы с вами посмотрим отчетность которая выходит по компаниям то по многим пока в компании она выходит такая достаточно негативная если мы если мы с вами обратим внимание на посты с моего бизнеса на телеграм-канал то я указывал да здесь у нас по тот нефти чистая прибыль по рсб в первом полугодии то есть в основном за первое полугодие у нефтяных компаний достаточно сильно просела так скажем прибыль вот в тот нефти прибыль также снизилась было годом ранее 128 миллиардов за первое полугодие текущего года 118 миллиардов то есть видим массовое снижение прибыли соответственно рассчитывать на такие же щедрые дивиденды как это было за прошлый год я думаю что за текущий год уже не стоит соответственно рынком это также будет отыгрываться мы видим также помета лургом северсталь чистая прибыль 62 миллиардов против 87 миллиардов годом ранее также рост гидра в первом полугодии снизилась прибыль по некоторым компании вовсе убытки вот допустим компания rus олова вместо прибыли в этом полугодии текущего года мы видим убытки также достаточно много отчетности выходит сейчас также селик дар также достаточно большой убыток в компании против прибыли за прошлый период до аналогичные двадцать третьем году даже у лукойла за первое полугодие прибыль снизилась на 25 процентов представьте себе на 25 процентов снизилась прибыль поэтому видим что нефтянка она сейчас достаточно находится под таким давлением у нас во первых также идет укрепление рубля это неблагоприятный момент для нефтянки но соответственно как бы потом не пришлось скажем девальвировать рубль для того чтобы повысить доходность нефтегазовых компаний странно достаточно также у нас вроде как держится газпром хотя убыток по нему просто колоссальный вышли новые данные за первого полугода текущего года и убыток вырос но опять же это отчетность по головной компании то есть rsb в первом полугодии убыток вырос два раза до 481 миллиарда рублей вот я думаю что нужно будет смотреть все таки мсфо там по группе компаний возможно будет и прибыль вот но возможно какой-то инсайт опять же не знаю на чем его покупают при таких показателях вот возможно какой-то из-за инсайта есть возможно будут какие-то промежуточные дивиденды это сложно сказать да спрогнозировать мы помним с вами до предыдущий год предыдущий года до когда газпром сначала отказал в дивидендах но там хотя бы прибыль была вот потом скажем выплатил промежуточные дивиденды ну там хотя бы было за что выплачивать да за первое полугодие скажем когда была достаточно плохая прибыль вот но при текущих обстоятельств когда у газпрома такие убытки да показывает он с чего выплачивать конечно же большой вопрос но опять же повторюсь рынок неординарный рынок преподносит сюрпризы возможно там какой-то инсайт есть вот но мы видим что в целом сегодня это даже самый готов самый газпром стоит хотя по идее при выходе данной отчетности прс был он бы мог бы достаточно неплохо и просесть но пока таком восходящим неком в неком тренде но пока покупать на текущих отметках конечно же я бы его уже не стал вот интересная конечно здесь спекулятивная история это в районе 110 опять до 111 на текущих отметках конечно же покупать его уже так себе идея только если там инвестиционно на долгосрок один из золотодобывчиков юга к показал прибыль если смотреть отчетность все сами обратим внимание то до прибыль за первое полугодие показала ранее были убытки то есть компания совсем не так давно вышла на айпио и соответственно у компании еще в принципе начале текущего года закончился кап капекс об этом я также говорил да еще в начале текущего года что в дальнейшем после завершения капекса после капитальных вложений соответственно компания будет выходить на прибыль вот но и вскоре я думаю что будет какое-то решение касательно дивидендов касательно выплаты дивидендов я думаю что компания скоро начнет уплатить дивиденды поэтому из всех золотодобытчиков принципе юга к смотрится такой интересной историей которая сейчас принципе из капекса вышла на прибыльность и соответственно есть из чего платить дивиденды это такое неплохое подспорье для какого-то так скажем рассмотрение добавления в портфель каких-то тоже компания из сектора те же самых золотодобытчиков по валютному рынку значит нас пока сейчас все стабильные да мы увидели укрепление рубля перед заседание центральной банка когда центральный банк принимает решение повышение ключевой ставки это конечно всегда является таким но положительным моментом в пользу укрепления национальной валюты по отношению к другим валютам то есть мы это с вами и увидели но сильно укреплять рубль конечно же нет никакого смысла это не нужно не правительству не соответственно нашим экспортером вот соответственно мы после того как увидели заседание увидели решение на станет по ключевой ставки соответственно здесь была . так скажем отправная немножко не допадали опять же буду поддержки но такая . локальная отскока вот соответственно сейчас у нас большая доля вероятности от по моему мнению что 18 процентов все таки это максимальная ставка которую мы сейчас увидим даже что центральный банк не будет повышать ставку вот мы в принципе по тем данным которые получаем по инфляции мы это видим до что инфляция снижается и важно будет еще посмотреть на начало августа то есть данные которые будут приходить соответственно какая там будет информация по инфляции соответственно там же возможно будет как то какой-то переломный момент вот и соответственно если не будет дальнейшего повышения ключевой ставки соответственно и валютная пара и рубль по отношению к другим валютам не будет ближайшее время укрепляться ну а для нашего рынка акции конечно же укрепление рубля это несколько негативный момент поэтому и для рынка акций и для бюджета и для наших экспортеров выгодно девальвация рубля поэтому я думаю что мы в ближайшее время дальнейшее укрепление рубля с вами не увидим для этого в принципе сейчас основании нет поэтому резюмируя в целом по индексу московской бирже пока у нас нисходящая тенденция нисходящее движение но хочу сказать что в принципе выходит уже достаточно такие ну положительно можно сказать локально новости по инфляции что на само под собой будет подразумевать некое положительное ожидание от инвесторов так как рынок сегодня весь день если мы посмотрим сами вот на эту свечу стоял на месте соответственно у нас было такое равновесие нет ни продавцов ни покупателей соответственно ждали вот эти данные ну на вечерней сессии у нас крупные игроки как правило не торгуют я думаю что завтра уже будет уже какая-то реакция но а техническая точка зрения по моему мнению вот я принципе все движения по индексу московской бирже предугадывал кто подписан на мой канал это знает вот сейчас я бы ждал наверное тест вот это уровня 3000 то есть что здесь интересно что вижу я если вы не согласны своим мнением пишите об этом в комментариях то есть у нас было поступательно такое с понижающие движения с обновлением минимумом да но в последнем движении а я последнее движение также достаточно четко предсказал да что у нас здесь есть зона покупателя от которой мы победим покупки вот было еще ниже зона снижения но это при условии если мы вот эту зону прошли но опять же какие-то агрессивных уже продавцов не было соответственно мы пока здесь подвисли у нас здесь зона покупателей мы не обновили вот эти ла и что уже положительный фактор возможно рынок уже как раз таки закладывают эти положительные моменты по инфляции соответственно нас здесь большая доля вероятности дальнейшего отскока мы можем увидеть завтра и цель этого сколько это тестирование уровня уже сопротивления который ранее было поддержкой это уровень 3000 также у нас здесь находится наклонная линия и соответственно свеча которая откроется завтра она будет немножко правее да соответственно этот эта свеча она будет полностью соответствовать и уровню горизонтальному и уровню наклонному соответственно у нас здесь будет такое двойное сопротивление это очень сильное сопротивление для его пробития нужны какие-то более положительные новости но по факту если мы смотрим опять же геополитику то по геополитике, то перемирие, о котором все говорят, оно сейчас уже не столь набирает обороты, сейчас несколько, скажем, наоборот, какой-то негативный ключ опять заводится, соответственно, этот фактор у нас, который бы мог подстегнуть рынок в условиях такой жесткой денежно-кредитной монетарной политики Центрального банка, у нас сейчас отпадает, соответственно, у нас как таковых сейчас достаточно положительных новостей нет, но в целом, если мы сможем с вами предположить, что переломный период все-таки по инфляции у нас близок, соответственно, чисто инвестиционно, то, скажем, среднесрочно рынок уже, наверное, становится интересным, поэтому следующим дивидендным сезоном, конечно же, я думаю, что осенью будет опять рынок драйвить, покупать, у нас, как правило, это происходит осенью для покупок на следующий дивидендный сезон, но, опять же, исходя из тех данных, которые мы получаем по отчетности, очень много компаний сейчас, во-первых, снижают доходность, и если девальвацию рубля не будут проводить во второй половине текущего полугодия, соответственно, ну, отчетность будет достаточно хуже, да, чем за 2023 год, соответственно, и на дивидендные выплаты и дивидендный сезон будет не такой шикарный, как в этом году, вот это тоже нужно учитывать. Ребята, вот такой вот небольшой обзор, и еще раз резюмируя, завтра бы я ожидал тест вот этого сопротивления, так как у нас вышли положительные, в принципе, можно сказать, что это положительные данные по инфляции, но с технической точки зрения, не обновление лоев, нам говорит о том, что продавцы здесь уже поиссякли, вот, и вполне вероятно будет дальнейший отскок на тест этого уровня, Но первым делом, опять же, я обращаю внимание, да, на то, что первым делом будут покупать долговой рынок, потому что долговой рынок сейчас, если мы видим перелом на момент возможный по инфляции, то, скорее всего, долговой рынок где-то здесь нащупал дно, соответственно, доходность по долговому рынку, по длинным облигациям сейчас на максимальном уровне, и по мере, так скажем, отскока, это доходность будет снижаться, поэтому сейчас мы можем видеть некий переток ликвидности, отсутствие, вернее, даже ликвидности на рынке акций и переход ликвидности в тот же самый долговой рынок ОФЗ, чтобы зафиксировать такую наибольшую доходность. Вот такой вот, ребята, обзор, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы активизировать, продвигать мой канал, чтобы был символ для дальнейших съемок. Ну и также подписывайтесь на все наши соцсети, кстати, под видео, здесь ссылки на канал на Рутубе, на Яндекс.Зене, обязательно проходите, подписывайтесь, потому что непонятно, что будет с Ютубом. Во-первых, очень сильно тупит, я это уже заметил, да, очень сильно замедляется скорость, это невозможно просто в нем даже смотреть какие-то видео, вот, ну и во-вторых, есть, конечно, вероятность, что вас заблокируют. Вот, об этом тоже опять слухи пошли, поэтому обязательно дублируйте, подписывайтесь на вот эти соцсети, ссылочки в описании под видео, чтобы нам в дальнейшем с вами не потеряться. Ну и также вступайте для тех, кто хочет учиться торговать, в инвесторский клуб, ссылочка первая. Ну и обязательно подписывайтесь на второй, во вторую ссылочку, это бесплатный телеграм-канал, новостной идеи, много также важной новостной информации. Ну, я с вами прощаюсь, всем хорошего вечера, всем до завтра, пока-пока.